Тройной повод. Музей истории Тамбовского вагоноремонтного завода. 56 лет. 124-й день рождения отмечает и само предприятие. Ну а праздник проходит в новых стенах. При этом переезд уникальных коллекций экспонатов, хранящих историю вагоноремонтного дела, пожалуй, главное событие. Музей, который был открыт 56 лет назад в здании, тогда принадлежащий заводу Дом культуры «Знамя труда», сейчас он городской Дом культуры. Там был основан музей 56 лет назад. И было очень много собрано действительно эксклюзивных экспонатов, которые составляют историческую ценность. За годы работы музея коллекция так разрослась, что на прежнем месте ей стало тесно. Хранилище в здании железнодорожного вокзала вмещает не только каждую деталь истории, но и позволяет проводить полноценные экскурсии. Когда мы открываем в 1899 году, открываются вагоноремонтные мастерские, по решению представителей Рязано-Уральской железной дороги, то организовывается семь цехов, в которых работает около двух тысяч работающих. В этом музее нет копий и муляжей. Каждый экспонат уникален, будь то заводской гудок или жетон одного из тех самых рабочих. Гордость музея – самый старинный экспонат. Первый учетный журнал вагоноремонтной мастерской. Заводом предприятие станет лишь в 1926 году. Ну а этот журнал датирован 1896 годом. Некоторое время назад этот музей носил статус народного, что, в общем-то, отражает его сути и сегодня. Коллекция не только собрана силами самих заводчан, но и бережно сохранена ими в том виде, в котором предстает перед посетителями. К примеру, макет бронепоезда, как и другие витрины в музее, созданы руками токаря завода Дениса Колодина и пятерых его коллег. Он был немножечко изготовлен из другого материала, а сейчас он изготовлен из более прочной фанеры, толщина 10 мм и более уже надежный. Кто работает на этом заводе, я довольно-таки горжусь, что я работаю на ТВРЗ. И это же память, кто до меня работал, кто в данный момент работает. Ну, как-то вот сохранилась столетняя какая-то память. Познакомиться с коллекциями музея истории вагоноремонтного завода на новом месте приглашают всех желающих посещения этих стен бесплатно. Юлия Савушкина, Евгений Михеев, Елизавета Попова, Область новостей.